3-8 такого финального счета на табло не ожидал никто. Хоккейный клуб Саров весь чемпионат был в числе лидеров, но в первом домашнем матче в рамках плей-офф уступил торпеда из Лыскова. Прошлые игры заканчивались победой нашей команды, но, похоже, уверенность в успехе в этот раз сыграла с Саровым дурную шутку. Первый период закончился со счетом 1-2 в пользу гостей. В раздевалке пообщались, что надо добавлять, что вышли не настроены. Ну, молодцы, вышли второй период, да, буквально там 10-12 минут побегали, достали из себя, где-то побольше начали бросать. И потом 3-2 повели, опять расслабились. Лыскова дало понять, что это плей-офф. На перерыв после второго периода уходили уже со счетом 3-4. В третьем игровом отрезке Саров попытался отыграться, но пропустил острую контратаку. Лысковчане забросили пятую шайбу, после чего наши игроки опустили руки. Итоговый счет игры 3-8. Ребята-то молодцы, все такие бегут и здоровые, и спортивные, и обыгрывают хорошо. Ну, видно, фортуна на нашей стране сегодня была. А так, ребята-то молодцы, все спортшколы закончили, все игровые такие. К ним-то вообще вопросов нет. Наверное, что-то не повезло, не залетело. Может, наш вратарь больше, лучше сыграл, чем они. Мы где-то, я думаю, недооценили соперника. И слава богу, что это случилось сейчас, нам сбили корону. Думаю, что в Лысково будет другой хоккей в следующую субботу. Следующий матч в рамках плей-офф пройдет на поле торпеда. Если саровчане выиграют, то в воскресенье примут лысковчан в Ледовом дворце. Если проиграют, то будут бороться за третье место в чемпионате. Следите за новостями хоккейных баталий в группе «Канал 16 ВКонтакте». Екатерина Пенова, Андрей Махмутов, Сергей Рябов. Служба новостей из Саров-24.